С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Новая школа в селе Нижняя Пёша открыла двери для учеников и учителей. Сегодня на торжественной линейке глава администрации Пёшского сельсовета Галина Смирнова и директор школы Марина Голубина разрезали красную ленту и объявили о первом уроке в новострое. 1 сентября в Нижней Пёше побывала делегация из Наринмара во главе с губернатором Ненецкого округа. Игорь Кошин побывал на торжественной школьной линейке и выяснил, почему учебный год дети встречали в физкультурно-оздоровительном комплексе, а не в новой школе. Чуть более часа на вертолете и среди бескрайней леса тундры выплывает Нижняя Пёша. Гости торопятся, без них торжественная линейка к дню знаний не начнется. Главные виновники торжества с волнением ждут линейки. Сегодня они вливаются в большую семью под названием «Школа». В этом году она принимает в свои ряды три девочки и семь мальчиков. Очаровательных малышей смущает всеобщее внимание, но к нему надо привыкать. В школе обучаются более сотни детей с первого по одиннадцатый класс. А помогать им будет классный руководитель, выпускница этой же школы Татьяна Рудная. Раньше мы играли в школу, но закончилась игра. Нам завидуют сегодня, что ребята собирают. Учеников и педагогов одной из самых больших школ Ненецкого округа поздравляют гостей. В их числе летчик-космонавт, герой России, бортинженер корабля «Союз ТМ-25» Александр Лазуткин. У вас есть огромные преимущества. Вы внутри своё держите стержень человека, который преодолевает вот эти все бытовые трудности, природные трудности. И поверьте мне, вам будет намного легче бороться за место под солнцем. Глава региона стал почётным гостем на линейке не случайно. Накануне 1 сентября в здании новой школы обнаружились существенные нарушения. Непрочные потолочные перекрытия. Торжественную линейку перенесли в физкультурно-оздоровительный комплекс. Самое важное то, что у нас на севере живут очень сильные и мужественные люди. И я уверен, что уж с этим-то недостатками мы дальше уже справимся. И господинник Валентинович, прокурор Нинско-Акономного округа, Заполярный район и администрация Нинско-Акономного округа сделает всё возможное, чтобы обучение людей действительно было безопасно. После линейки глава региона отправляется в новострой. Чистые коридоры, обставленные классы и учебники на книжных полках говорят о том, что детей тут ждали. Но безопасность учащихся была под сомнением. Об этом Игорь Кошин и его заместители говорили на встрече с педагогами и родителями. Администрация Заполярного района приняла решение не открывать школу до устранения нарушений. Срок поставили на 4 сентября. И рабочая бригада действительно завершила укрепление потолков в классах к понедельнику. На торжественной линейке красная лента была разрезана. Дети переступили порог новой школы. Сошли мы со старой мебелью. Значит, комплект новой мебели должен подойти в сентябре. Поставщик уже интересовался на предыдущей неделе о транспортной логистике. И как бы выработана линия по поставке до села Нижняя Пёша. Им информация предоставлена, что до конца сентября надо вот это всё дело успеть. Дети, родители и учителя очень ждали новую школу. С тех пор, как снесли старое здание, учебный процесс проходил в трёх местах. В детском саду, пришкольном интернате и Доме культуры. Новое просторное здание позволит объединить начальные, средние и старшие классы. Нужно, чтобы ребёнок шёл с желанием в эту школу. И поэтому вот этот объём, то есть пространство тоже влияет на успехи ребёнка в школе. Анастасия Владыкина, мама первоклассницы Ксении, на 100% уверена в качестве образования, квалификации учителей и подготовке школьников. Но есть некоторые переживания за их безопасность. Очень будем надеяться и ждать, что она будет безопасным для нас местом, уютным, и что они все будут туда приходить с радостью и счастьем, и будут тянуться к знаниям. Укрепление потолочных перекрытий продолжат. В учительской и других помещениях, которые на сегодня пока не задействованы. Заполярный район во вторник отправят им необходимые материалы самолётом. Работы будет проводить бригада из числа местных жителей, поскольку подрядчик компания «Солярис» после завершения строительства с объекта ушла. «Солярис» уже, в общем, не один день уже там нет, поэтому тут уже без них. Но потом, конечно, регрессно, поскольку гарантийные обязательства юридически остаются, конечно, мы будем выставлять счёт в их адрес. Но, честно говоря, есть сомнения, что это будет реализовано. Мы знаем их на сегодня финансовое состояние. Также Заполярный район намерен провести служебное расследование по вопросу качества приёма объекта. Распоряжение о готовности стройки выдавало муниципальное казённое учреждение «Северное». Валентина Чибич, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», Нижняя Пёша.